Два года назад в Снежном на базе бывшей школы-интерната открылся первый в ДНР республиканский оздоровительный центр «Радуга». Помимо, собственно, оздоровления, работа центра направлена на развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей детворы. В 2015-м оздоровительный центр работал только летом, и за сезон там отдохнули почти три сотни ребят. Но уже с мая 2016-го лагерь стал круглогодичным. Как утверждают в Минобразовании ДНР, теперь Снежнянская «Радуга» сможет принимать почти 1700 детей в год. Очередной заезд школьников в оздоровительный центр состоялся сегодня. 20 путевок получили ребята из Харциска и Лавайска из Угреса. Сегодня в 9 часов утра возле городминистрации мамы и папы, как всегда, очень эмоционально, где-то даже со слезами, провожали своих чат в детский оздоровительный центр. Увидят их снова только через 19 дней. Смена в лагере закончится 3 февраля. У Елены Коноваленко в «Радугу» отправляется 8-летняя дочь Настя. Она у меня очень такая общественная, веселая. Когда нам сказали, что есть возможность поехать в лагерь, она очень, очень радовалась, потому что любит общество, любит детей, любит в каких-то других веселых местах бывать, очень довольная. Она сразу начала собирать вещи. Сказали, что там будет школьная программа, так что по школе они ничего не пропустят, плюс конкурсы, развлечения. Юлия Попова провожала 13-летнего сына Валеру. О путевке в детский лагерь семья узнала перед самыми выходными. «Нам стало известно, это в пятницу, по-моему, за один день мы обошли врачей всех, за один день собрали все вещи, потому что у меня ребенок это быстро-быстро, говорит, мама, говорит, ой, неужели я еще, ну это праздник просто ему получается на Новый год. Он у меня спортивный, взял с собой лямку на турниках заниматься, ну, кубики-рубики собирать, говорит, может быть там конкурсы какие-то будут. Ну, соответственно, взял, собрал весь набор своих тетрадок, ручек, карандашей, так как любит рисовать, ну, надеется, что очень хорошо отдохнет. Ну, уже настрой такой у него лагерный». Условия работы детского оздоровительного центра позволяют принять за смену 80-90 ребят. Путевки предоставляются в первую очередь детям льготных категорий в возрасте от 7 до 14 лет. «Это детские льготные категории, сироты, лишенные родительской опеки, многодетные, также дети переселенцев, именно в этом заезде такие категории едут. Так как заезд зимний, и детей не так уж и много, 20 человек только». Очередной заезд в Снежнянскую радугу состоится весной.